Субтитры сделал DimaTorzok В этом видео я вспоминал лучшие сериалы 2019 года. Не забудьте посмотреть его, нажав на всплывашку вверху экрана. Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее, так как я расскажу вам о лучших фильмах 2019 года, которые мне удалось посмотреть. Да, в этом списке только те фильмы, которые я смотрел, так что тут не будет Форда против Феррари, Ирландца, которого я не осилил, и многих других картин, которые точно заслуживают быть лучшими. И еще, этот список без мест, и все фильмы в нем в рандомном порядке, так что не считайте это топом от худшего к лучшему, тут все лучшие. Ну ладно, поехали. Небольшая ремарка. Когда я монтировал этот видос, мне написали о том, что ссылка на наш телеграм-канал, который я постоянно крепил в описании под каждым видео, оказывается нерабочая. Я понял, что вы можете не знать о нашем крутом телеграм-канале, который вам точно стоит посетить, если у вас есть телеграм. Вы сами знаете, что такое каналы в телеграме, поэтому зайдите, посмотрите. Всех жду. Ссылка теперь правильная в описании. Ну и воспользуюсь случаем, напомню вам, что на мой мерч действует скидка 10% по промокоду MERCH10, так что переходите по ссылке в описании и заказывайте себе такую вот красоту. Переходи. Ну и World of Clans качай! Нет, шутка, шутка. Все, поехали. Начнем с новогоднего настроения. Совсем недавно я наткнулся на мультфильм Клаус на Нетфликсе и был очень сильно им впечатлен. Эта красивая, атмосферная и очень интересная мультяшная история подарит эмоции не только детям. Стилизация мультфильма напомнила мне чем-то прошлогодный скороносный хит «Человек-паук через вселенные». А его сюжет и вовсе заставил даже такого циника, как я, удивленно раскрывать рот. Не хочется спойлить, но скажу лишь, что это своеобразный супергеройский Ориджин. Очень советую всем. Ну, после того, как посмотрите диалогию «Один дома». Клаус определенно попадает в мой список фильмов, которые дарят праздничное настроение. Я выпускал рождественский топ пару лет назад. Посмотрите, может быть найдете там что-то новое. Ну, раз уж я начал с мультфильма, то стоит вспомнить и финальный фильм о моем любимом Беззубике. «Как приручить дракона 3». Студия DreamWorks делает отличные мультфильмы, но у них есть одна проблема – неумение развивать и заканчивать свои франшизы. Со временем такие амбициозные проекты, как «Шрек», «Мадагаскар» и «Кунг-фу-панда» угасали, и финальные части любимых мультфильмов разочаровывали фанатов. На их фоне «Как приручить дракона» смотрится как что-то из другой лиги. Уже со второй части создатели пошли на смелый ход, сделав героев взрослее. Это Симпсон уже 30 лет, как застряли в одном возрасте. А вот «Икинг» с Зубастиком проходят этапы взросления, и к третьей части подошли уже в зрелом возрасте. Триквел красиво и трогательно заканчивает историю, и вновь дарит зрителю коктейли с драмы, экшена, буфонады и головокружительных полетов на драконе. Следующий проект внезапно снес мне крышу еще во время выхода трейлера. «Детектив Пикачу». До недавнего времени казалось, что снять хорошую экранизацию видеоигры просто невозможно. В лучшем случае фильмы по играм получались обычными, а в худшем – очередным творением легендарного Увы Болла. Огромные надежды фанатов возлагались на два амбициозных проекта 2016 года – «Варкрафт» и «Кредоубийца». Однако они не оправдали моих надежд и не изменили кинематограф. «Варкрафт» получился отличным. Я был в восторге от этого фильма, но мой восторг разделили далеко не все. Но «Кредоубийца» оказался пустым и не понравился вообще никому. Начало казаться, что фильмы по играм прокляты, и внезапно в прокат вышел «Детектив Пикачу», который доказал всем, что видеоигровые миры могут создавать целостные киновселенные, а известные истории могут засиять новыми красками на большом экране. Я выкладывал свое мнение о фильме в своем инстаграме, но до Ютуба руки так и не дошли. Так что зайдите, посмотрите в закрепленных сториз. А сейчас я даже задумываюсь о том, чтобы сделать его полный разбор. Напишите в комментариях, если хотели бы такое увидеть. А вот разбор следующего фильма стал самым масштабным видосом на моем канале. «Мстители. Финал». Ну как же я мог не добавить в этот список абогей киновселенной Марвел и «Финал Мстителей». Он стал главным событием развлекательного кинематографа за последние лет 10, если не за всю историю. Конечно же, фильм не идеален. Такой масштабный проект из 22 фильмов просто нереально закончить без сюжетных дыр и ошибок. О них я рассказывал в отдельном видео, на котором уже почти 3 миллиона просмотров. Так что, скорее всего, вы его уже смотрели. Но главное это то, что создателям удалось воплотить множество желаний фанатов, вызвать гамму эмоций, окончить сюжетные линии и дать старт новым историям. Так что его посмотреть точно стоит, как и следующую главу киновселенной Марвел. «Человек-паук. Вдали от дома». После выхода финала многие фанаты киновселенной Марвел задались вопросом, а что дальше? После такого крупнокалиберного кроссовера из десятков персонажей, после смерти нескольких ключевых героев, после... Зрителей неизбежно ждало падения градуса напряжения и пафоса. И, как оказалось, это пошло киновселенной только на пользу. «Человек-паук. Вдали от дома» стал необходимой передышкой после перенасыщенного событиями финала. Мы увидели подростковый рот-муви с обаятельными персонажами, легким юмором и крышесносным визуалом. Питер Паркер впервые получил сольник, в котором ему удается погеройствовать за пределами уже приевшихся небоскребов Нью-Йорка. За два часа мы успели побывать и в Мексике, и в Венеции, и в Вене, и в Берлине, и в Лондоне, а заодно и в «Мире иллюзии». И фильм стоит посмотреть хотя бы ради последнего. Ну и, конечно же, «Вдали от дома» просто переполнен пасхалками-отсылками. Я уже, кстати, написал его разбор, но из-за поездки на Комик-Кон, о которой расскажу уже в следующем видео, все планы поменялись. Но я обязательно доделаю его уже в январе, так что, если ждете, напишите в комментариях. Ну а следующий фильм совсем из другой лиги. «Однажды в Голливуде». Если по поводу некоторых проектов у зрителей были сомнения и опасения, то «Однажды в Голливуде» был изначально обречен на успех. Как вообще мог провалиться фильм, в котором сыграли Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, а снял все сам Квентин Тарантино? Этот фильм – признание Квентина в любви кинематографу той эпохи. Эта переполненная ностальгией по 60-м неспешная история о жизни заурядных персонажей, которая кому-то может показаться скучной, но я от нее был в восторге. В восторге я остался и от Толкина. Биографическая драма о легендарном британском писателе прошла в мире в целом незамеченной, а в России и вовсе не выходила в официальный прокат. И неудивительно, фильм легко может затеряться на фоне других боепиков последних лет, таких как «Богемская рапсудия» и «Рокетмен». «Толкин» – фильм не провокационный, не шумный и не такой красочный. Это размеренное кино с театральной британской игрой актеров о жизни человека, подарившего нам волшебный мир Средиземья – Джона Рональда Руэлла Толкина. Главной изюминкой фильма стали незаметные вкрапления отсылок к книгам Толкина и фильмам Питера Джексона. Некоторые кадры выглядели уж очень узнаваемыми. Следующий фильм не обрел массовой зрительской любви, но я им оказался очень впечатлен. Дитя-робота «Я-мать», как называется этот фильм в оригинале, рассказывает трогательную историю девочки, выращенной роботом в спасательном бункере. Человечество вымерло, и планета осталась непригодна для жизни, поэтому все, что есть у девочки – это толстые стены и ее мама. Необычная история, интересная вселенная и просто потрясающая актерская игра юной Клары Ругард. Очень советую, для меня это был подарок, как и следующий фильм, который тоже не получил массовой любви – «К звездам». Космическое путешествие к звездам с Брэдом Питтом, конечно же, может разочаровать любителей интенсивного экшена и сюжетных поворотов, ведь по большому счету этот фильм как визуальная медитация. Своими длительностью и длительными космическими сценами он очень напоминает неспешную космическую одиссею Кубрика, и даже философская идея, лежащая в основе фильма, чем-то похожа. Фильм дает зрителю шанс переосмыслить свои приоритеты и задуматься о сущности человеческих эмоций. Отличное кино для любителей космоса. А вот следующий фильм – просто отличное кино, причем с большой буквы. Паразиты. По сюжету нищая семья втирается в доверие к богатой и обманным путем устраивается к ней на различные должности. На протяжении двух часов фильм несколько раз удивляет сюжетными поворотами и резкой сменой жанров. Начавшись как черная комедия, он постепенно переходит в триллер, затем в фильм ужасов и заканчивается психологической драмой. Благодаря смелым ходам, актерской игре и нестандартному сюжету, Паразиты абсолютно заслуженно считаются одним из главных претендентов на Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». От него я оказался в полнейшем восторге, как и от Джокера. Конечно же вы уже могли догадаться, что главным фильмом года для меня стал Джокер Тодда Филлипса. В эпоху стагнации кинокомиксов, когда жанр встает на конвейерный поток франшизы киновселенных, совершенно внезапно выходит самостоятельное мрачное произведение, которое раскрывает супергероику под необычным углом. О Джокере я делал несколько видосов, в том числе и теорию о мире Зазеркалья, в котором изначально пряталась вторая личность Артура. Джокер – это удивительно точная история психического расстройства, которую многие посчитали провокацией. Недаром в России его так жестко раскритиковали, а в Китае так вообще запретили к прокату. Но гораздо важнее даже не то, что Джокер показал на экране, а то, что он сделал в жизни. Несмотря на отсутствие традиционно прибыльного китайского рынка, Джокер смог собрать в прокате миллиард долларов. Единственный фильм в 2019 году, не принадлежащий студии Дисней. Фильм показал, что для коммерческого успеха не обязательно прогибаться под Китай, и не обязательно выпускать осторожные кинокомиксы по всем стандартам жанра. Теперь весь мир знает, что рейтинг R – это не приговор. Подобно Артуру Флеку, фильм Джокер начинает свою революцию в супергеройке, последствия которой нам еще только предстоит увидеть. Ну что ж, это были мои любимые фильмы 2019 года, но на этом видео не заканчивается. Теперь мне хочется подогреть ваш интерес и рассказать о том, какие фильмы я жду больше всего в 2020 году. Начнем по традиции с киновселенной Марвел. В 2020 году самая успешная кинофраншиза в истории вступает в свою четвертую фазу. На покой ушли две главные звезды серии – Стив Роджерс и Тони Старк. И студии еще предстоит понять, в каком направлении двигаться. Если Человек-паук вдали от дома был своеобразным по скриптумам к саге бесконечности, то Черная Вдова станет первым полноценным проектом на новом этапе развития киновселенной. И чтобы не рисковать, Марвел решили начать с сольника об одной из героинь оригинальной команды Мстителей. Действие фильма Черная Вдова будет происходить в промежутке между Противостоянием и Войной Бесконечности. Наташа Романов придется встретиться с призраками прошлого и новыми врагами. Нас ждет знакомство с новыми Черными Вдовами, злодеем-таскмастером и советским ответом Капитану Америки – Красным Стражем, который уже влюбил в себя зрителей после трейлера. В прокат Черная Вдова выйдет 30 апреля. Еще одним проектом киновселенной Марвел станет загадочный фильм «Вечные». В нем нам расскажут о расе сверхлюдей, созданных могучими древними божествами – Целестиалами. Пока что о проекте мало что известно. Однако можно смело сказать, что «Вечные» продолжат путь Стражей Галактики и выведут киновселенную на новый космический уровень. В том числе и актерским составом, ведь Марвел заполучили в свое распоряжение Кита Харрингтона, Ричарда Мэддена, Сальму Хайек и даже саму Анжелину Джоли. Ну и конечно вы только посмотрите на то, как изменился Динеш, Кумелна Джиани. Ради него только стоит посмотреть этот фильм. О, мой! Вечных стоит ждать в кино 6 ноября. Если киновселенная Марвел уверенно стоит на ногах, то ее конкурент, киновселенная DC, еще только пытается нащупать почву. После потери Бэтмена Аффлека и непонятной ситуации с Суперменом Хевиллом, Warner Bros. решили сделать ставку на свой прекрасный пол, который так сильно полюбился зрителям. Первым проектом студии в 2020 году станут «Хищные птицы» – потрясающая история Харли Куэн. Марго Робби снова примерит на себя топы короткие шорты, избавится от неудачника Джокера и пойдет набирать свою команду отвязанных антигероинь. Фильм на стадии трейлеров обещает быть кислотной комедией со смелым юмором и харизматичными персонажами. И к тому же стало известно, что он получит взрослый возрастной рейтинг. Это четвертая попытка выпустить в рамках киновселенной DC успешный командный фильм. Первые три «Бэтмен против Супермена. Отряд самоубийц и Лига справедливости» вышли по меньшей мере спорными. Хочется верить, что режиссеру Кэти Янь удастся сделать то, что не получилось ее коллегам-мужчинам. «Хищных птиц» мы можем увидеть в кино с 6 февраля. Ну а через 4 месяца после потрясающей истории Харли Куин нас ждет не менее потрясающая история Дианы Принц. После тепло принятого зрителями фильма «Чудо-женщина» выход с сиквела оставался лишь вопросом времени. Во втором сольнике очаровательная героиня Гал Гадот попадет в 1984 год, эпоху ярких цветов, синт-попа и торговых центров. На этот раз противостоять ей будут Максвелл Лорд, способный манипулировать сознанием людей, а также Гепарда, сверхсильная злодейка с кошачьей внешностью. Кроме того, уже известно, что помогать Диане будет ее возлюбленный Стив Тревор, но как им удалось вернуться и переместиться на 60 лет в будущее, пока что неизвестно. Премьера «Чудо-женщина» запланирована на 4 июля. А мой разбор первого трейлера уже в сети, жмите на всплывашку. Киновселенная DC и Marvel не единственная франшиза, которая подарит нам супергеройские фильмы в 2020 году. От уже поглощенной Disney-м студии Fox наконец-то выйдут многострадальные новые мутанты, которые то ли связаны, то ли уже не связаны с франшизой Люди Икс. Изначально новых мутантов планировалось выпустить в апреле 2018 года, но производственный ад и продажа студии несколько раз смещали дату премьеры. Ходили даже разговоры, что фильм вообще не выйдет в прокат или выйдет на стриминге Disney+, но похоже мы все-таки дождемся его на больших экранах. Новая дата премьеры 3 апреля 2020 года, но после всей истории с переносами я уже ничему не удивлюсь. Если когда-то известная франшиза Люди Икс уже погасла и новые мутанты станут ее постскриптумом, то паучья вселенная Сони без Человека-паука не спешит сдавать позиции. Фильм Веном получил неоднозначную оценку критиков и зрителей, однако неплохо собрал в прокате, во многом благодаря популярности самого персонажа и обаянию Тома Харди. Поэтому второй фильм, конечно же, был вопросом времени. И вот время наступило. Веном 2 обещает рассказать историю знакомства черного симбиота с красным, Карнажем, которого мы видели в финале первого фильма. Режиссером сиквела стал хорошо известный нам Энди Сёркес, и поэтому, несмотря на то, что мне не понравился первый Веном, надежда на сиквел во мне все еще жива. Веном 2 выйдет в прокат 2 октября 2020 года. Но и на волне успеха Венома студия решила выпустить еще один фильм об антигерое с хайповым актером в главной роли – Морбиус. В кинокомиксах DC у Джарда Лето блеснуть не получилось, его Джокер вышел откровенно неудачным, да и экранного времени получил ничтожно мало. Посмотрим, удастся ли ему реабилитироваться уже в экранизации Marvel. Будем надеяться, что успех Джокера вдохновит конкурентов на более смелые эксперименты, и в фильме о вампирах мы увидим достаточное количество крови. Ну а даже если нет, не стоит заранее отчаиваться. При должном подходе фильм можно сделать брутальным даже в рамках PG-13. Вспомните хотя бы кровавую сцену Дракера Самахи и Леди Дэдстрайк в Людях Х2, или мультсериал Человек-паук в 90-х, где из-за детского рейтинга Морбиуса заставили пить кровь через присоски на ладонях, и это выглядело даже страшнее, чем классический способ. Удастся ли режиссеру Дэниелу Эспинозе нас напугать и удивить, узнаем 31 июля. Ну а если вы устали от бесконечных кинокомиксов Marvel и DC, то в 2020 году выйдет первая в истории экранизация комиксов в студии Valiant – Bloodshot. Брутальный морпех в исполнении Вина Дизеля воскресает с помощью секретного эксперимента. Вживленный в его организм нано-роботы превращает героя в машину для убийств, но вспомнив об убитой жене, суперсолдат выходит из подчинения и устраивает врагам личную вендету. Может показаться, что нас ждет очередная история киборга, который сомневается, киборг он или человек, и устраивает стандартные супергеройские разборки. Однако стоит понимать, что это экранизация комикса Valiant – студии, которая отличается от привычной большой двойки – Marvel и DC. Сверкать своей бритой головой на большом экране Вин Дизель начнет 21 февраля. Многие считают, что Marvel выпускают комиксы исключительно про супергероев, однако это не так. Например, из-под пера дочерней компании Marvel Icon Comics выходила серия комиксов о секретной службе британской разведки – Kingsman. Мы уже видели две смелые, безбашенные экранизации приключений Экси Гарри, а в 2020 году нас ждет приквел «Кингсман. Начало». Его сюжет расскажет о создании организации Kingsman в период Первой мировой войны. Таким образом, мы не увидим полюбившихся героев Террена Эджертона и Колина Ферта. Но не стоит расстраиваться, ведь им на смену пришли не менее маститые британские актеры. В режиссерском кресле остался Мэтью Вон, снявший два первых фильма, а значит за франшизой можно не беспокоиться, она в надежных руках. Порадовать походом на шпионский боевик Kingsman. Начало можно свою вторую половинку, ведь премьера фильма намечена на День всех влюбленных – 14 февраля. Кстати, о Рэйфифайнсе и шпионских боевиках. Помимо Kingsman. Начало, в 2020 году мы сможем насладиться очередной частью бессмертной франшизы об агенте 007. 25-м фильмом о Бонде «Не время умирать». После выхода «Спектра» Дэниел Крейг говорил, что скорее перережет себе вены, чем снова сыграет Бонда. Но, по всей видимости, крупный чек заставил изменить его свое мнение. И мы вновь увидим актера в привычной роли любителя береты и водки с мартини. По сюжету новой части Бонд покинут службу в МИ-6, но вынужден снова тряхнуть стариной и помочь агентству найти пропавшего ученого и остановить злодея, владеющего опасными технологиями. Помимо Крейга к своим ролям вернутся Рэй Файнс, Наоми Харрис, Джеффри Райт и другие. А главного антагониста сыграет обладатель Оскара – Рами Малек. «Не время умирать» появится в кинотеатрах 3 апреля. Погонями и взрывами будет наполнена и другая премьера 2020 года. Правда, в ней уже будут преобладать не практические, а компьютерные эффекты. «Соник» в кино станет экранизацией культовой видеоигры 90-х. И если до этого года фильм по видеоигре звучала как приговор, то детектив Пикачу доказал, при должном подходе можно снять ламповое и доброе кино по играм. К тому же концепция «Соника» будет в чем-то похожей. Нас ждет боди-муви о двух друзьях, одним из которых будет нарисованная и перерисованная неведомая зверушка. Фильм вряд ли порадует нас сложным и хитрым сюжетом, однако его однозначно не следует пропускать, хотя бы ради одного актера. Главного злодея в «Сонике» сыграет любимец публики Джим Кэрри, который спустя долгие годы возвращается к своему классическому образу, кривляющегося шутника. «Я делал разбор трейлера «Соника», который очень советую вам посмотреть, нажав на всплывашку». Премьера «Соника» в кино намечена на 20 февраля. «Соник» — не единственная игровая адаптация, которую посетит нас в следующем году. В конце года в прокат должна выйти экранизация знаменитой видеоигровой серии «Uncharted» про приключения Нейтана Дрейка и его наставника Виктора Салливана. Режиссером картины станет Трэвис Найт, снявший «Куба. Легенда. Самураи». А главные роли достались Тому Холланду и Марку Уолбергу. Фильм должен выйти в прокат 17 декабря, но есть вероятность, что его перенесут. Еще одним фильмом, связанным напрямую с видеоиграми, станет комедия «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Она выглядит как экранизация GTA Online. По сюжету герой Рейнольдса внезапно сознает, что является неигровым персонажем, то есть NPC, и он должен сделать все, чтобы спасти свой мир от уничтожения. Главный герой наверняка будет наполнен отсылками, пасхалками и стебом над видеоигровыми условностями клише. Хочется верить, что нас ждет действительно свежая остроумная комедия, высмеивающая жанр компьютерных игр, а не еще одни пиксели, которые слабым сюжетом и плоским юмором запороли действительно клевую идею. Выход главного героя на большие экраны состоится 1 июля. В 2020 году нас также посетят сразу два мультипликационных проекта студии Pixar – «Вперед» и «Душа». «Вперед» – это не сиквел «Вверх», как вы могли подумать. Действие мультфильма будет происходить в мире, наполненном троллями, эльфами и прочими волшебными существами. Два брата тролля, которых озвучивают Человек-паук и Звездный Лорд, то есть Том Холланд и Крис Пратт, с помощью волшебного посоха пытаются оживить на один день покойного отца. Что-то идет не так, а оживить удается лишь его нижнюю часть. Два с половиной персонажа отправятся в путешествие по волшебному миру и попытаются разгадать загадку исчезновения из него магии. А вот «Душа» расскажет нам о школьном учителе, который внезапно умирает и попадает в загробный мир. Кажется, Pixar решили развить тему, затронутую в тайне Коко. Нас наверняка будут ждать очередные увлекательные приключения, полные загадок, сюжетных поворотов и обязательно трогательного хэппи-энда. Уж кто-кто, Pixar умеет выжимать слезу. Вперед выйдет в прокат 6 марта, а «Душа» — 17 июня. Как вы уже поняли, «Душа» расскажет нам о добрых духах и светлой стороне загробного мира. А вот в новых «Охотниках за привидениями» духи явно не будут так дружелюбны. В 2020 году выйдет третья часть «Охотников за привидениями» — «Охотники за привидениями. Наследники». Формально третий фильм в этой киновселенной уже выходил в 2016 году, но он был настолько ужасен, что о нем решили забыть все, в том числе и студия. К тому же он не был связан сюжетно с предыдущими частями, ведь Билл Мюррей, Дэн Экроид и Эрни Хадсон сыграли в нем других персонажей. В этот раз они вместе с Сигарни Уивер вернутся к своим образом, однако в центре внимания будет новая команда. Создатели фильма, видимо, увидели, как хорошо смотрелись в костюмах «Охотников за привидениями» герои «Очень странных дел» и решили последовать примеру сериала. «Охотники» выйдут на экраны 9 июля. Попытку стряхнуть пыль с культового творения 80-х предпримет и Дэнни Вильнёв, которого недавно Ассоциацией критиков назвали главным режиссером десятилетия. Он срежиссирует очередную экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна». Это уже третья попытка перенести «Дюну» на большой экран, и первые две вышли достаточно спорными. Мини-сериалу 2000 года явно не хватило бюджета и глубины сюжета, а фильм 84-го снимал мастер сюрреализма Дэвид Линч со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Вильнёв своим прибытием и «Бегущим по лезвию 2049» уже доказал, что умеет снимать медитативную фантастику с глубинными смыслами и цепляющим сюжетом. Так что я уверен, он не подведет и в этот раз. Убедиться в этом мир сможет 19 ноября, а вот в России примеры намечены аж через месяц, 17 декабря. Ну а самое вкусное я оставил напоследок. Пусть Вильнёв и был назван главным режиссером десятилетия, зато его коллега Кристофер Нолан получил в народе более лаконичный и знаковый титул «Гений». И в 2020 году «Гений» порадует нас новым фильмом «Теннет», который в русском дубляже назвали «Довод», видимо, чтобы сохранить в названии «Полиндром». Сейчас в сети уже есть первый трейлер фильма, но даже он не очень проливает свет на его сюжет. Всё, что можно из него понять, так это, что секретный агент возвращается из мёртвых, чтобы предотвратить события хуже, чем ядерная война, за счёт манипуляций со временем. То, как мастерский Нолан умеет играть со временным потоком, он уже показывал в «Помне», «Престиже», «Начале» и «Интерстелларе», так что в заигрывании со временем режиссёр чувствует себя, как рыба в воде. Не знаю, как для вас, а для меня это самый ожидаемый фильм 2020 года, и ждать его придётся до 17 июля. Это были не все ожидаемые мной фильмы. «Джентльмены» от Гая Ричи или «Невидимку» я тоже очень жду, но на них мне уже не хочется тратить ваше время. А какие фильмы ждёте вы? Напишите в комментариях, может быть я что-то упустил. Ну а на этом всё, спасибо за просмотр. Мы режем киноленты.